Но сегодня, наверное, они все-таки работают. В понедельник ходили не работали, в вторник не работали. Что-то там сломалось уже давным-давно. Так что ничего там не работает. Поэтому нужно понимание, что здесь вообще работает. Смотрите, как они закрывают туалеты. Интересно, да? На проволоке. Так, здесь у нас обезьяны в конвульсиях. У этой, походу, только одна рука заела. Так, в общем, здесь только три аттракциона. Два из них мы уже попробовали. Пока эмоций нету, остался последний. Последняя надежда на дом страха. То есть все темно. Вот само просто ощущение, что ты едешь на вагонетке в темноте. Временами включается свет. Что-то показывается. Но так как вагонетка едет очень быстро, там разглядеть что-то просто нереально. По питанию здесь так же все грустно. Мороженое должно быть. Мороженое, должны быть какие-то снеки подаваться. Потому что люди, которые в парке, они уже где-то должны питаться, хотя бы делать перекис. Странно, для парка это самое такое ходовое место. Так, кстати, туалет. Нам сказали, что туалет здесь где-то есть. Но все туалеты, они закрыты. Мы наблюдаем за этой кошкой уже минут... Минут десять. Она, по-моему, сломалась. Она вот такие кругами... Такие круги уже минут десять делает. Просто ты как бы уже заплатил за вход? А на платной территории есть еще платные туалеты. Ладно, платные заведения. Мы, понимаете, здесь заставят еще платить за просмотр животных, при том, что мы заплатили в приходе. Сын захотел в туалет. Он увидел туалет, говорит, я побежал в туалет. Я говорю, погоди, а тебе денежку дам. Вот он не в понятках. Почему денежку надо дать? Кстати, Крис, по-моему, зашел в женский туалет. Ж написано. Таких 5D кинотеатров по всему городу куча. Непонятно, что означает 5D. Ну, приблизительно, это, наверное, следующий этап после 4D. Но я видел. Есть кинотеатры и 7D, и 9D. Чем они отличаются? И что за деменцию они дают? Это вообще рентабельно, нет? Каждый аттракцион он катает по одному. Может, по одному человеку, да. Кстати, парень запускает аттракцион вообще без людей тоже. Я так понимаю, в целях рекламы. Но вот так электричество, оно работает пустою, очень непонятно мне. Там была клетка с орангутаном. Мы получили урок истории об эволюции. Нам рассказали, что это пророк, наш пророк. Я говорю, может, не пророк, может, все-таки предок. Маленькие они, да? Да. У нас, смотрите, если хотите, камера включить, я красиво объясню. Манты здесь жареные получаются. Ну, национальные получаются. Сантушки с мясом. У нас, смотрите, у нас это получается домашнее, очень вкусно. И манты вареные получаются. Очень вкусные, да? При этом у нас это сито. Население, и, в принципе, у нас тоже не дешево получается. Такое блюдо, оно стоит миллион восемьсот сумм. Я просто таких ценников еще нигде не видел. Максимум я видел там двести-триста тысяч. Ну, вот, допустим, как этот гамбургер, вот, 320 тысяч сумм. Это где-то 30 долларов. Но чтобы вот такое где-то стоил, 180 долларов стоило, такое мясное блюдо я еще не видел. О том, насколько сухой воздух в Узбекистане. Я сделал маленькую стирку. Потому что мы здесь уже несколько дней. И накопились там футболки, носки, в общем, детские трусы. У меня там куча, правда. Вот его на всякий случай все перестирал. Я повесил буквально утром это. Я никуда не вывешивал. Ни под солнцем, никуда. Вот как есть в комнате, скажем так, с тусклым освещением. Вот у нас есть окошко здесь. Но сюда света, скажем так, можно сказать, не попадает. Ну, я, по крайней мере, мы от него выходим. Поэтому я не верю, что солнце сюда заходит. И вот даже при таком расположении все равно здесь высохла моя одежда и ребенка. Вот я постирал футболочки. Они все высохли. Они высохли тупо в шкафу. Вот я поставил в шкаф. Они сухие. Дальше. Я просто положил на подоконник. Видно, нет? Носки. Носки. Детские трусы. Они аж высохли. Настолько, что они прям стоячие. Не стоят. Все это высохло буквально в обед. Я постирал. Прихожу в отель. Все сухое. Настолько сухой воздух. Настолько воздух отличается от корейского. Кстати, когда ты уже умываешься, прям чувствуешь, как кожа у тебя натягивается прям. И, не знаю, хорошо это и плохо, но, возможно, сушится кожа. Но она реально натягивается. Вот такая вот погодка здесь. Но не жарко.